Закулисье, 5 минут до выхода. Барышни в кринолинах, как с картин русских художников 18 века. Финал Мисс Звенигород. Конкурсантка София Кудинова учится на экономическом факультете, работает секретарем. В 2018 пришла зрителям на конкурс и решила, обязательно попробует. Получить заряд новых эмоций, найти новых друзей, которые сейчас у меня уже появились. Стать более уверенной в себе. Селфи перед началом, как остановить приятное мгновение. 17-летняя Валерия Алтухова со сцены на «Ты». Театральная студия, выступление в молодежном парламенте. Признается, волнение присутствует, но цель превыше. Ну, конечно, чтобы получить корону. И пока за кулисами мандраж, в фойе атмосфера праздника. Ведь в этом году конкурс отмечает свой первый юбилей. 5 лет. Так сложилось, что претенденток на корону Мисс Звенигород тоже 5. Анастасия Аспельникова, Мисс Звенигород 2017. В этом году кастинг-директор конкурса. И еще именно она учила девушек дефилировать по подиуму и красиво носить корону. Но не свою, конечно же. К этому аксессуару у каждой девушки трепетное отношение. Это третья корона как раз. Поэтому, не знаю, глаз радуется в такой полочке красоты. Когда вы их надеваете? Я даже не могу сказать такого однозначного точного ответа. Иногда дома вот надо показать себя перед зеркалом. Иногда, конечно, на конкурсах это само собой короны. Без них уже никуда. Это уже вторая голова. В юбилейный год заявки на участие подали 30 девушек. На кастинг пришли 15. Возраст участниц от 16 до 35 лет. Но стать Мисс Звенигород – это только лишь малая часть конкурса. Наши девочки начинают дальше участвовать в проекте. В качестве кураторов, кастинг-директоров и так далее. Ну и также мы занимаемся благотворительностью, где также участвуют наши участницы. Волнение осталось за кулисами. Девушки грациозно продефилировали по сцене. Как один миг, будто и не было пяти недель усиленного труда над собой и волнением. Под гул овации выбрали первую красавицу. Номинация Мисс Звенигород и главная корона этого лета получает Анту Холлова!